Ну, скудновато. Всё же зависит от того, как генерировать повестку. Повестка дня, она же формируется. Не только информационные поводы, не только реакция на какое-то событие, а и создаются события. Это надо иметь картину аналитическую, мировоззрение друга, картину мира. Знаете, о чём мы говорим? Мир другой. Меняется парламент у нас из старого мира. Вчерашнего, позавчерашнего дня. Ну, нравится, ну, так оно и есть. Хорошо, а откуда браться, а откуда браться к темам политической повестки, если фактически мы в январе видим неработающий парламент? Как вы можете это прокомментировать? Посмотрите, как делается повестка. Вот в течение всего января обсуждали вот этот выстрел Пашинского. Так, и там надо оружие или не надо оружие раздавать, короткостойно. Так, и ещё вот этот супруг. А ведь тот же Пинчук, Филипчук, они предложили для обсуждения, может быть, спорные тезисы. Но их надо было обсуждать, эти тезисы. Разбирать по косточкам. Говорить о том, как дальше действовать. Ведь, ну, давайте говорим, но не самые ж глупые люди об этом говорят. Ну, и не самые и влиятельные люди, если говорить о Пинчуке. Наверное, о чём-то он знает, наверное, о чём-то же думает. И, наверное, выступил правильно. Поэтому, согласитесь, любую тему, которая касается жизни государства, его жизнеспособности, в первую очередь, должны обсуждать, конечно, и СМИ, но во вторую, наверное, очередь, в первую очередь, политики. В данном случае даже депутаты, которые влияют и на внешнюю, и на внутреннюю политику страны. Я снова подвожу вас к этой теме. Почему в Украине месяц не работает парламент? Может ли себе страна в нынешнем положении, в условиях военных действий и экономической ситуации, которая у нас есть, себе позволить такую роскошь? Ну, не может, разумеется. Ну, что, это вопрос риторический. Не может. Значит, или работайте, или уходите. Выход. Почему позволяет? Ну, я не сказал, или работайте, или уходите. Ну, почему позволяет? О чём это тогда говорит? Если в течение прошлого года мы все констатировали, что вряд ли в нашем парламенте есть коалиция, вряд ли у нас есть большинство, то на сегодняшний день я могу с полной уверенностью задавать вопрос, а есть ли у нас парламент?